С главными событиями к этому часу в студии телеканала «Север» Екатерина Дементьева. Здравствуйте! Сегодня в нашем выпуске. К месту разлива нефти на реке Колва вылетела следственно-оперативная группа, которой предстоит определить площадь загрязненных участков, объем вылившейся жидкости и затем оценить вред, нанесенный окружающей среде. Несколько лет назад на одном из участков дороги Нарьенмар-Красное для укрепления полотна было решено использовать нанотехнологии. Предполагалось, что это увеличит срок службы дорожного полотна, однако все произошло с точностью до наоборот. 20 октября отмечается Международный день повара. Секретами мастерства и фирменными рецептами с нашими телезрителями поделятся шеф-повар ресторана «Тиман» и домашний кондитер. Плюс три, минус три. В минувшие сутки в Ненецком округе зарегистрировано три новых случая заболевания COVID-19. Трое жителей округа выздоровело. Таким образом, общая статистика заболеваний коронавирусной инфекцией в регионе остается на уровне предыдущего дня. А вот цифра самоизолированных несколько настораживает. На сегодняшний день на самоизоляции на дому находится 624 человека. Плюсом за сутки сразу более 250 изолированных. Что касается новых случаев заболевания, то COVID-19 обнаружен у двух жителей города Нарьенмара и одного жителя из села Тельвицка. Всего на территории региона в настоящее время от коронавирусной инфекции проходит лечение 64 человека. Восемь из них лечатся в стационаре, остальные – амбулаторно. Напомним, в регионе введен режим двухнедельной самоизоляции для всех граждан, прибывающих в округ с других территорий. Соблюдение самоизоляции в течение двух недель может быть отменено при наличии справки с отрицательным анализом на коронавирус по результатам ПЦР-тестирования, проведенного не ранее, чем за три дня до прибытия в округ. Как сообщили в Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты населения, менее чем за неделю режим самоизоляции, действующий в регионе, позволил выявить восемь заболевших коронавирусной инфекцией. Все пациенты прибыли в Ненецкий округ с территории других субъектов Российской Федерации, а перед этим сделали тесты, которые впоследствии показали положительный результат. Сделать тест можно и по прибытию в Нарьенмар. При строгом соблюдении масочного режима оплачивается тестирование самостоятельно. К месту разлива нефти на реке Колва вылетела следственно-оперативная группа. Следователям предстоит определить площадь загрязненных участков, объем вылившейся жидкости и впоследствии оценить вред, нанесенный окружающей среде. Напомним, 17 октября 2020 года около 11 часов при проведении технологических работ на выведенном из эксплуатации участке нефтепровода ЦПС «Южная шапка» терминал Харьяга, расположенном на территории Ненецкого округа, обнаружен прорыв трубопровода и разлив нефтепродуктов. У следственных органов есть основания полагать, что были нарушены правила охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 246 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ». Дело принято к производству Нарьянмарским межрайонным следственным отделом. На текущий момент самое важное – это ликвидировать угрозу распространения загрязняющих веществ. Для этого с нейтропользователем у нас в режиме онлайн установлен контакт. Каждые несколько часов получаем обратную связь по линии МЧС и от нейтропользователя компании «Лукойл Коми». Они привлекли как аварийно-спасательные формирования, на текущий момент и губернатор обратился к компании с предложением о помощи. На текущий момент, как нас заверяют, силы, средства в достаточном объеме собственных формирований хватает и техники хватает. На месте разлива в настоящее время работают аварийно-спасательные формирования предприятия «Лукойл Севернефтегаз» и специального аварийно-спасательного формирования «Природа» из города Усинска. В общей сложности задействовано 152 человека и 39 единиц техники, в том числе 11 плавательных средств. Работы ведутся в две смены. К четырем боновым заграждениям, растянувшимся на 1600 метров, к вечеру 19 октября добавился пятый заградительный рубеж в 120 километрах от места разлива длиной более 500 метров. Завезено оборудование для установки шестого бонового заграждения. Телеканал «Север» продолжает следить за развитием событий. Территория Неницкого округа станет больше. Хосе-Дахарский сельсовет с центром в поселке Харута не только будет иметь административный статус муниципального образования Неницкого округа, но и войдет в его территориальные границы. В настоящее время Неницкий поселок Харута официально находится за границей Неницкого автономного округа. По сути, его местоположение определяется границами Республики Коми. Чтобы исправить эту неудобную для обоих субъектов Российской Федерации ситуацию, решено было пересмотреть границу между Неницким округом и Республикой Коми. Соответствующее дополнительное соглашение о местоположении границы было подписано главами региона в мае 2020 года. На октябрьской сессии регионального парламента его утвердили депутаты. При уточнении границ выяснилось, что наша узловая точка ушла более чем на 70 метров, а по нормативам она должна быть точнее 50. То есть по изменениям и уточнениям, которые сейчас провели, точность составляет 12,5 метров. Соответственно, уже утвердив эту точку, то есть губернатор подписал соглашение в утверждении и собрание депутатов утвердило, можно вести дальнейшие работы по уточнению границ. Следующий этап – установление новой линии границы Неницкого автономного округа. После того, как мы определяем текущую границу, мы сможем пойти на следующий этап, выйти в Совет Федерации, в Государственную Думу, чтобы утвердить предложение, которое уже согласовано с республикой Коми. То есть мы получаем в этом случае дополнительные земли, то есть увеличивается площадь Харуты, то есть можно будет сделать взлетно-посадочную полосу именно на территории Неницкого автономного округа. Сейчас она частично получается на территории Коми. Таким образом, площадь НАУ увеличится. В пятый год подряд автомобилистам приходится ездить по месиву из песка и химреагентов. Речь идет об участке дороги Нарьинмар-Красная. А все потому, что несколько лет назад здесь были применены современные технологии, но неудачно. О том, когда ошибки дорожников будут исправлены, в материале Александры Литковой. Грунтовая дорога Нарьинмар-Красная протяженностью 40 километров была построена в 1986 году. Это единственная в регионе автомобильная дорога четвертой категории между столицей региона и населенным пунктом. Капитальный ремонт дорожного полотна не проводился ни разу, если не считать 2016 год, когда на одном из участков решили провести эксперимент с химикатами. В 2016 году был заключен контракт у нас с ДРСУ на строительство этой дороги. Они взяли в субподряд организацию, которая предложила нам с помощью химии укрепить эту дорожную одежду. Получается так, работы выполнили ближе к зиме. Скорее всего, процесс стабилизации не прошел, как положено, и у нас получилась некачественная дорога. Еще три года назад общественники Народного фронта настаивали на том, чтобы прекратить ремонтные работы на проблемном участке дороги. На данный момент эта грунтовка занимает первое место в рейтинге убитых дорог Нинецкого округа. Во Общероссийский Народный фронт уже поступили сотни жалоб. Вопросы содержания дорог находятся на контроле Общероссийского Народного фронта. Мы периодически проводим рейды. Иногда рейды проводим с участием Государственной инспекции безопасности дорожного движения, по результатам которых выписываются предписания, проводятся работы по приведению дорог в нормативное состояние. В настоящее время ведутся работы по проектированию реконструкции дороги от поселка Красная до реки Петумбой. Предполагается, что проезжая часть будет отсыпана, приподнята, а также покрыта бетонными плитами. В этот участок грунтовки попадает и отрезок дороги, который обработан химией. Единственный выход для того, чтобы привести дорогу в нормальное состояние, это переделать тот участок, на котором использовали химию, в свое время против которой мы очень активно выступали, и заново положить дорожное покрытие. Для этого необходимые средства предусмотреть в окружном бюджете. В настоящее время у нас идет процесс формирования окружного бюджета. Мы, депутаты, которые представляют общероссийский народный фронт в окружном собрании, приложим все усилия для того, чтобы деньги были запланированы, и проконтролируем, чтобы ремонт был проведен качественно. А не как в предыдущий раз, когда говорили, что сейчас дорогу вам отремонтируем, строителям поселка Красная все будет хорошо, а по итогу этого не произошло, хотя деньги были освоены. На ремонте одного участка дороги тогда было освоено почти 50 миллионов рублей. В качестве субподрядчика для проведения работ по укреплению грунта была выбрана московская компания ООО «КСК Дорстрой». Неоднократно обращались к подрядчику, чтобы восстановили эту дорогу, но как у нас и не получилось с ним связаться. Сейчас готовим документы в суд, на ДРСУ, соответственно, ДРСУ дальше на субподрядчика своего, чтобы как бы возместить наши затраты. В зимний период содержанием дороги будет заниматься компания «Строй-Универсал». С региональным подрядчиком заключен государственный контракт, а пока в нормативное состояние ее привели первые морозы. Когда снег сойдет, автомобилистов ждут очередные испытания. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Сегодня во всем мире отмечается Международный день повара. По этому случаю специально для наших телезрителей шеф-повар ресторана «Тиман» приготовит нам традиционные блюда ненинской кухни, а домашний кондитер порадует рецептами десертов. Тему продолжит Наталья Дуркина. Сегодня мы будем готовить традиционные ненинские блюда. Это сагудай из белой рыбы, это жировня из оленины и десерты сарской ягоды. У них подавать сарскую ягоду, мороженую. Для приготовления первого блюда нам понадобится филе белой рыбы, лук, лимон, соль, перец, масло и немного зелени. Для начала берем и нарезаем филе кусочками по одному сантиметру и выкладываем на тарелочку. Первый слой необходимо посолить и поперчить. Затем переходим к луку. Нарезаем. Чтобы лук пустил сок, выжимаем его прямо на филе. Повторим то же самое и со следующим слоем. Чтобы обеззаразить рыбу, выжимаем сок лимона и заливаем маслом. Чтобы блюдо замариновалось, оставляем его на два часа. То есть это наша фишка, можно так сказать. Фактически на каждый макет мероприятие, посвященное туризму, то есть у нас есть сагудай. Пока сагудай маринуется, мы приступаем к приготовлению горячего блюда – жаровни из оленины. Нам понадобятся две вырезки из оленины, соль, перец, лук, зелень, картофель и масло с чесноком. Далее у нас поистину легендарное блюдо тимана – это жаровня. То есть тиману уже 10 лет, и самое, мне кажется, самое ходовое блюдо – это у нас жаровня. Она делается просто, классически. Берем это у нас вырезка оленю, свеженькая. Нарезаем ее примерно под сантиметр шириной. Далее подготавливаем лук. Также его нарезаем полукольцами. Причем лука должно быть такое же количество, как и мясо. Это придаст блюду особый вкус. Затем отправляем оленину на сковороду. Обязательное условие – оленину нельзя перемешивать. Как мясо легло на сковороду, так и жарится до характерной по краям поджарки. Только после этого мясо можно перемешивать. Также рекомендовано солить и перчить мясо уже по завершению приготовления. После того, как оленину перемешали, добавляем лук, предварительно отжав. Важно оставить лук томиться на мясе, чтобы он дал сок. 7-10. Вот тут тоже могу сказать многое насчет того, что многие люди очень долго жарят мясо. Очень долго. То есть, если вы не собираетесь его тушить, то жарить долго не надо. Оно становится, наоборот, еще жестче. Многие думают, что вот, надо его подольше обжарить, чтобы оно, может быть, мягче станет или полностью приготовилось. Нет, тут я не согласен. То есть, нормальное абсолютное время – это примерно 7 минут? Да, на такие кусочки примерно 7 минут. Когда лук уже дал сок, можно перемешивать и оставить жариться дальше. Пока мясо готовится, переходим к картофелю. В сотейник наливаем масло и ждем, пока оно подгреется. Кстати, проверить готовность масла можно таким образом – опустить картофель наполовину и дождаться характерного шкварчания. Когда масло дошло до нужной нам температуры, опускаем картофель и жарим до золотистой корочки. Берем палфетку и выкладываем лишнее масло в стекло. Затем смесью 1 к 8 из перебитого чеснока с растительным маслом поливаем картофель после соли. Когда мясо приготовилось, выкладываем его на блюдо и добавляем картофель. Сверху посыпаем зеленью. Жаровня из оленина готова. Переходим к десерту из царской ягоды. Так как мороженка сама по себе не требует особых добавок, мы ее посыпаем сахарной пудрой и сверху поливаем сметаной. Для того, чтобы ягодки не помять при выкладке десерта, переливаем его в креманку. Праздничный ужин готов. Любовь к готовке Александру привила его бабушка. Поэтому после школы был очевиден выбор будущей профессии. Александр поступил в техникум в городе Кишинев. Там при прохождении практики в единственном японском ресторане шеф-повар Шигеки Ямура увидел потенциал в молодом студенте. Практику проходил, потом мне предложили остаться на лето поработать. Я поработал летом и уже в осень, к сентябрю, говорю шеф-повару, а шеф-повар у нас был японец Шигеки Ямура, вот, и говорю, как бы мне надо учиться, идти учиться дальше. Он говорит, нет, не пойдешь никуда, я пойду договорюсь. По итогу он сходил в техникум со мной, договорился с директором, что я буду приходить только на лабораторные работы, на сессии, как бы. Проработав около четырех лет в ресторане, Александру захотелось роста и разнообразия. Тогда преуспевающий повар занялся изучением европейской кухни. Его учителями были знаменитые шеф-повара Италии и России. На этом любознательность Александра не останавливалась, и он решил научиться готовить ненецкую кухню. Так состоялось его знакомство со столицей Заполярье. Александр признается, приехал всего на два месяца и не думал, что север может настолько затянуть. Здесь же Александр познакомился с будущей женой Оксаной, которая по счастливой случайности оказалась домашним кондитером. Будь к выпечке мне, наверное, передавалась материнским молоком. У меня мама очень любит печь, но в основном печет на булочке. У нее коронный торт – это Наполеон. То есть на все праздники у нас мама всегда пекла Наполеон, причем большой, из 32 коржей. Зачастую полночи сидела с этим Наполеоном, каждый корж нужно выпечь. И этот торт, наверное, любимый у всех наших родственников. Сама Оксана в старших классах готовила по журнальным и газетным вырезкам. А так как зачастую рецепты были неполные, девушка начинала экспериментировать. Намного позже, уже будучи в декрете, Оксана заказала торт у местного кондитера. Когда сидела в декрете с младшим сыном, ему было полугодика, я заказала торт. Девочка испекла, и у нее спросила, из чего. Она мне рассказала, из чего крем, из чего коржи. И тогда я поняла, что, в принципе, я тоже могу испечь. Ничего сложного в этом нет. Стала искать на форумах рецепты проверенные. Нашла у девочки блок. Там все было подробно расписано, пошагово. Стала заказывать инструменты через интернет и потихонечку печь. Набравшись опыта, Оксана предложила мужу организовать мастер-классы для всех желающих на базе школы «Уникум». Александра Ивановна нам предоставила возможность проводить мастер-классы в ее школе. Они будут проходить по воскресеньям. Один мастер-класс мы уже провели. Готовили десерт. И в дальнейшем планируем, вот, следующий наш десерт – это будет тирамису. Ну, и дальше будем думать, что мы будем готовить там. Планируем открывать уже свою студию. То есть уже заниматься этим профессионально. К слову, специально для наших зрителей Оксана продемонстрирует приготовление десерта тирамису. Для этого нам понадобится свежесваренный кофе, яйца, сахар, печенье, маскарпоне, какао и сливки. Сначала занимаемся приготовлением крема. Сливки взбиваем в миксере. Отдельно венчиком взбиваем яйца с сахаром на водяной бане. Желтки должны хорошо подогреться. Затем в эту консистенцию добавляем сыр маскарпоне и перемешиваем. Далее сливки. Следом переходим к сбору десерта. Берем печенье с авоярди, обмакиваем в кофе и выкладываем слоями. Затем заполняем все кремом и повторяем слой. Важно помнить, второй слой должен идти противоположно первому. Так десерт станет устойчивым. Снова заполняем кремом и сверху посыпаем какао. Десерт отправляется в холодильник на 3-4 часа до полного приготовления. Приятного аппетита! Наталья Дуркина, Владислав Скачев, Телеканал Север. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...